Здравствуйте! Это новость из Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. За 20 минут и без надрезов кистевые хирурги-травматологи приехали в республику с новейшими методами лечения. Есть опасность на колесах водителей электросамокатов, гироскутеров предупреждает госавтоинспекция. Спортфорум Лайф в Москве в гостином дворе прошло крупнейшие спортивные события этой весны. Минспорта Дагестана принял участие. Операции по инновационному методу лечения кисти рук прошли в Республиканской клинической больнице. Два ведущих хирурга из Санкт-Петербурга и Москвы совместно с врачами отделения ортопедии и травматологии впервые в Дагестане излечили кисти рук пациентов за один визит. А чудо-операции, не оставляющие надрезов и длительностью в 20 минут, подробнее расскажут мои коллеги. Либо разрезать руку, но после разреза рука очень долго восстанавливается. Есть другой способ, новый малоинвазимый, который может позволить разогнуть ваш палец, не разрезая вашу руку. Сделаются небольшие проколы и, соответственно, палец раздвигается. Здороваться, умываться, надевать перчатки и даже гладить собственных детей – все эти, казалось бы, простые действия были невозможны вот уже более 10 лет для ему Мурзе Айдемирова. У жителя Махачкалы ладонный фиброматоз. Здесь комфорт – это на душах тяжело бывает, когда у тебя ненормально все это. Страх крови, долгого процесса заживления и неизвестные последствия останавливали мужчину перед оперативным вмешательством врачей. Андрей Жигало, руководитель Центра хирургии кисти из Санкт-Петербурга, провел пациенту игольчатую апоневротомию под местной анестезией менее чем за полчаса. Теперь пальцы пациента разгибаются, повязки ему Мурза снимет через пару дней, а жить без недуга он начал уже сегодня. Это странно видеть даже. Новые ощущения. У вас что беспокоит? Анемение. Вы ночью как спите? Ночью почти. Проспаетесь, анемение, жарко, то есть ночью вообще не можете. Ночью вообще не можете. Работать не можете. Вот с иголочкой вот так. Есть несколько тестов, которые проверяют заболевание, например, тест Тиннеля. Мы постукиваем в области середины нерва и люди ощущают боль. Больно? Все, все, все. Все. Тут прямо вот как по книжке можно сказать. Мелохазни из Хасавюрта с 2013 года мучают анемение рук. Заметила она такие проблемы после родов, испробовала герудотерапию и глоукалывание, лечилась от неверно поставленного диагноза. Соответственно, улучшений не наблюдалось. Уже три года вообще ничего не могу делать. Все падает с рук. Даже кошелек держу, падает. Я не знаю, что это падает она. Кистевой хирург из Москвы Дрис Саидов объясняет пациентке, что синдром корпорального канала можно устранить через маленькие проколы в области запястной складки и ладони. На операционном столе женщина в сознании. Процедура щадящая. И через пару дней компрессионное ишемическое поражение срединного нервно-запястном канале восстановится на 90-99%. Хирургическое вмешательство за один визит. То есть пациенту не нужно ложиться в стационар. Он приходит, получает помощь и уходит домой. Плюсом данных операций является то, что пациент может вернуться к работе уже в ближайшие дни. При контракторе депутрия, когда пальцы не разгибаются, он может вернуться уже послезавтра на работу выполнять. Ну или отпраздновать майские праздники. При синдроме карпального канала, когда онемеют пальцы, здесь новый инструмент, который позволяет выполнить операцию практически из двух небольших проколов кожи. Что также сокращает реабилитационный период и порой даже не нужно накладывать швы. Пациенты уходят домой и вся реабилитация у них проходит в родных стенах дома. По словам врачей, на 300 тысяч населения требуется один кистевой хирург. В Дагестане необходимо минимум 10 таких специалистов, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи в регионе. Именно поэтому на базе РКБ прошел Всероссийский форум, где около 100 специалистов в области кистевой хирургии поделились опытом со своими дагестанскими коллегами. Там надо понимать, что как глаза, как ноги, так и руки не менее важны для нормальной полноценной жизни человека. Но почему-то эта область оставалась в тени. То ли потому, что не были развиты еще технологии, которые позволяли бы так эффективно все это развивать и помогать. То ли потому, что в последнее время, в последние годы прямо революционно идет внедрение совершенно новых малоинвазивных щадящих технологий, хирургические специальности, в том числе и в травматологии. Может быть, это послужило тому, что из травматологии начала отпочковываться вот эта область. Область узкой специализации, область кистевой хирургии. Подробнее об успехах в этой узкой области хирургии можно ознакомиться на сайте HandClub. Это неформальное сообщество врачей, занимающихся лечением патологий верхних конечностей. Ларианна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Махачкалу украшают длительным майским каникулом. На проспекте Гамзатова, улице Гаджиева, бульваре имени Сулейман Стальского, площади Петра I, уже распустились первые петуни и ирисы. Скоро зацветут розы. Концепция тематических клумб посвящена 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Также композиции выложат из цветного щебня. С начала мая перед Домом дружбы у Русского театра, в парках 50-летия октября Ленинского комсомола и озера Агель работают фонтаны. До 9 мая город оформит фотографиями военных лет. Образцами героев-победителей растянут баннеры и плакаты с георгиевской лентой. Также проводят ремонтно-восстановительные работы на мемориальных объектах и реставрацию архитектурных сооружений. Усилено санитарное содержание улиц и объектов. На севере Дагестана выявлены первые факты появления саранчи. Свыше 20 муниципалитетов могут ощутить серьезный урон из-за появления вредителя. По прогнозам специалистов, заселение вредителя может достичь 75 тысяч гектаров. Сотрудники Россельхозцентра просят все муниципальные образования и владельцев сельхозпредприятий принять необходимые меры для истребления саранчи. Махачкалинцам рассказали об опасности электросамокатов в преддверии майских праздников и летних каникул. По словам сотрудников госавтоинспекции, индивидуальные средства передвижения, такие как роликовые коньки, электросамокаты, скейтборды, героскутеры, моноколеса, развивают значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. К тому же почти все пользователи устройств, выезжая на проезжую часть, не используют защитную экипировку. При этом с точки зрения правил дорожного движения, передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности считаются пешеходом и подчиняются правилам для пешеходов. В основном несовершеннолетние дети, которые управляют электросамокатами и скутерами, передвигаются по проезжей части, а также по пешеходным зонам, создают условия для опасности пешеходов, также и для своей опасности. Поэтому госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, обращается к родителям, взрослым, а также к самим детям, чтобы во избежание несчастных случаев, а также попадания в дорожно-транспортные происшествия, не выезжали на этих скутерах, электросамокатах на проезжую часть, соблюдали правила дорожного движения, были аккуратны и внимательны и берегли свою жизнь и здоровье. Обращаюсь к вам, уважаемые родители, доведите информацию, правила дорожного движения до своих детей о том, чтобы они при передвижении на таких аналогических средствах передвижения соблюдали правила дорожного движения. Нам надо беречь наших детей. Видео с огромным количеством туристов на Бархане-Сарыкум стало в вирусном сети Инстаграм за последние сутки. На кадрах более сотни туристов прогуливаются и весело проводят время на песчаном Бархане, в самом центре дагестанских гор. Билет туда, к слову, обойдется всего 127 рублей. Это место притягивает туристов, желающих сделать фото в месте, где проходили съемки эпизода фильма «Белое солнце пустыни». Напомню, ранее Минтуризма сообщили, что на майские праздники в Дагестане ждут примерно 100 тысяч туристов. 90% отелей давно забронировано. В этом году в республике уже отмечен рекордный турпоток. Это связывает с ограничением регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией. Основные направления для приезжих – это Махачкала, Дзербент, Сулакский каньон, Хунзахский и Гунибские районы. Министр по физической культуре и спорту Дагестана прибыл в Москву с рабочим визитом. В комплексе «Гостиный двор» прошел конгресс-выставка «Спортфорум Лайф. Современный спорт. Инновации и перспективы». Таким образом, Минспорт России популяризирует международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» в программе более 50 деловых и спортивных мероприятий для специалистов отрасли и граждан, занимающихся физической культурой. В рамках съезда пройдет и итоговая коллегия с субъектами Российской Федерации о региональных планах реализации стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. Мы принимаем участие. Здесь много чего интересного увидели для себя, как спортивного инвентаря, который мы можем приобрести для Республики Дагестан, чтобы в более комфортных условиях наши люди могли заниматься физической культурой и спортом. «При прямой линии главы Республики был такой вопрос задан о постройке такой площадки, как скейтборд. Такие, как уличные виды спорта. И действительно, сегодня на этом форуме мы смогли увидеть те тренажеры, можно сказать, которые можно установить у нас в Республике на открытых площадках. Любимая наша молодежь заниматься спортом, потому что было это их желание, их предложение. Поэтому этот момент мы уже учли. Я думаю, в скорое время мы это увидим». Ифтар для сирот. Благотворительный фонд «Инсан» организовал праздничное мероприятие для детишек, которые пребывают в доме-интернате на улице Лизы Чайкиной. Ребята обрадовали не только накрытыми столами с вкусной едой и напитками, но и увлекательным шоу-аниматоров. Самым неожиданным для детей оказался большой ящик, внутри которого они нашли множество разных подарков. Ребята могли выбрать для себя любой из них. Акцию поддержали депутаты Народного собрания и известные блогеры. «Для 150 детей-сирот мы организовали вкусные угощения на Ифтар, пригласили аниматоров, также блогеров. Мероприятие стало возможным благодаря тем средствам, которые перечисляют опекуны каждый месяц. И вот в рамках программы «Я опекун» мы, помимо тех подопечных, которые у нас состоят на учете вдов и детей-сирот, мы также поддерживаем и воспитанников интерната». И немного о погоде. В начале мая в столице Дагестана ожидается теплая погода с температурой воздуха до 25 градусов тепла. Температура воды в море также повысится до 18 градусов. Лишь местами по городу прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Также будет отмечаться ветреная погода до 5-10 метров в секунду. Больше всего погода радует туристов. Согласно данным сервиса для планирования путешествий «Ванту Трип», Махачкала вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий на майские праздники у жителей России. Температура довольно-таки высокая. Не 30 градусов, но пределы 22-23. Ночнее 14-15. И слабый ветер. Осадков в целом мая месяце ожидается в Махачкале меньше нормы. Температура к концу месяца повысится почти до 30 градусов. Ночнее температура 15-17. То есть условия Махачкомфортнее. Температура морской воды сегодня, например, 15 градусов. Для людей, которые уже крепко здоровы, можно купаться. Ну, в целом мая оно повысится. Где-то после 20 мая составит от 19 до 20 градусов. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин